Всем привет, бродяги! С вами я, Сталкер Баннерщик. Это Сталкер Онлайн и новый персонаж на сервере раннего доступа. Что же, я вот тут переночевал, дождался утра и отправляюсь в ходочку. Моя цель это Везувий, а именно кладбище. Кладбище с ведунами. Хочу добыть антигравы. Мне нужно 10 антигравов гамма. Ну, я, конечно, иллюзий не питаю. Знаю, что за одну ходочку не получится добыть именно 10. Поэтому я взял один контейнер. Им в моих планах на сегодня добыть хотя бы 5. Посмотрим, сколько там Сталкеров будет, будут ли они вообще и повезет ли мне сегодня. Понятное дело, я прокачал себе. Где тут у нас удача по максимуме. На максимуме у меня, да, по 80. И обыск. Вот только восстановления обыска не прокачано, не хватило. Ну, восстановления обыска, в принципе, не важно, да. Так, вот теперь мне добежать бы надо до Везувия. Тут мутантов дофига. Дофига. Но у меня теперь есть подствольный гранатомет, поэтому часть мутантов можно из подствольника фигачить. Ну, как раз потренируемся. Перелет. Ну, вообще-то я гранаты взял, конечно, для ведунов. А ведуны обычно бегают там толпами на кладбище. Вот. И, в принципе, любят кучковаться толпой. Если прицельно выстрелить... То ведуна, в принципе, ни одного можно убить одной гранатой. Поэтому я вот хочу именно ведунов пострелять с гранатой. Все-таки они мощные твари. Когда еще вдвоем, втроем начинают атаку, бывает, не отстреляешься. Куда-то там рядом и безопасная зона. Но все же... Лишний раз-то умирать неохота. Двинули. В принципе, место спокойное, если бежать поверху. Но все же даже сюда наверх, прям к самому забору, к самой границе, частенько заходят кабаны и верлёки. Их тут почти никто не стреляет. Нам было, конечно, через ученых пойти. Но что-то я вот решил именно здесь пробежаться. Давно именно здесь не ходил. Так, давайте-ка лучше все-таки винтарь поставим. Оружие проверенное. Помощнее, конечно, будет. Ну, и сейчас мы добежим до ученых. Ну, рано или поздно мы все равно туда дойдем, конечно же. Я не знаю еще, как пойду. А через рябинку, может быть. А, может быть, через вышку посмотрим. И поговорим об одном нововведении, которое я что-то как-то упустил. В общем, не будем ходить вокруг да около. Добавили сортировку предметов в хранилище, то есть на складе. Это просто вообще офигенно. Вроде да, такая мелочь, но... Я, допустим, много времени тратил, чтобы рассортировать предметы. Допустим, аптечки к аптечкам, патроны к патронам, оружие к оружию. Ну и все остальное, чтобы не путаться в такой куче вещей, которые, в принципе, есть на складе. А сейчас добавили автоматическую сортировку. Нажимаешь и все, и вещи все прям рассортированы великолепно. Просто вообще божественно. Теперь не надо тратить столько времени на сортировку вещей. Ну, единственный минус, ну как не минус, может быть, сделают в дальнейшем. Я не знаю. Добавили бы еще сортировку вещей именно в инвентаре в рюкзаке. Тут же тоже приходится много времени тратить, чтобы их рассортировать. Не, ну может быть, кто-то бегает у него вся в перемешку. Я стараюсь сортировать вещи, чтобы были патроны к патронам, аптечки к аптечкам. Чтобы не путаться. Вот если бы добавили еще здесь бы автоматическую сортировку, было бы вообще божественно. Так, ну что, верлёк пока нету. Ох, погода поменялась, ну наконец-то. Я вот ждал в 7 утра, думал, рассветет. Но в 7 утра у нас не рассвело, а вот в 9 самое то. А вот верлиоки, вспомни их. Сразу появились. Да, вот кстати добавили звуки. Не знаю, слышите вы, не слышите. Но когда персонаж скатывается, звук осыпающейся камней земли добавили. Вообще прям офигенно. Кабанов не обязательно убивать. Хотя у меня с собой ножик есть. О, в какой-то веке у меня ножик. Ну да, теперь гранаты в принципе ручные. Не таскаешь с собой. Хватает этих пока для подствольника. Поэтому слот один свободен под ножик. А где ты там? Сталкер какой-то побежал. Ну вот я и добрался до Везувия. Ох, в воду зашел. Да, в воде теперь особо не побегаешь. Ох, и на Везе прям погодка отличная. Так, что тут за сталкер у нас? Чуть не отображается. О, Вован, блин, здорово! Наконец-то я тебя встретил! Это же ты, да? Ну да. Вечно мы с тобой на МСК видимся. А здесь ты вот, я знаю, недавно теперь выживаешь тоже в этой аномальной зоне на новом серваке. Наконец-то мы с тобой встретились. Может быть, даже за компанию пишет тоже. Думал, уже не пересечемся. Да. Привет друг друга передали через знакомых сталкеров, а вот лично не виделись. И вот как-то на вышку надо. О, ну пойдем на вышку. Мне, в принципе, без разницы, как идти к лагерю ученых. Вот. И потом на эгиду. Он тоже туда же идет. Так что прям вот... Так, так. В отряд. Прямо удачно встретились. Ну что, погнали. На вышку, конечно, идти лучше здесь. Тем более вдвоем. Тут верлёк сейчас поменьше стало. Они немножко поменяли свои орелы убитания, как я понял. Слегка так. И вот, когда тут бегаешь, в принципе, поспокойнее как-то. Ах, чё, у меня не заряжен ствол? Ё-моё. Чё-то я как-то этот момент упустил. Сталкер. Ну что же ты? Опять с незаряженным стволом. Так, я точку сохранения взял. Я привык перебегать это место, особо не отвлекаясь на верлёк. Тупо их стреляя. Патроны тратить. Зачем? Я быстренько обычно пробегаю. Да и все. Ох ты, оглушение. Чего тут у меня? Оглушение. Ну да ладно. Надо вколоть, кстати, себя. Тут можно медведя встретить, рыжего. Аналогично. Никто их тут не стреляет. Все сталкеры пробегают мимо. Ну, в основном, я так думаю, поэтому бегают. По рябинушке. Ну, там одному безопаснее всё-таки пробегать. Здесь одному опасно можно даже не дойти до вышки по этой дороге. Поэтому вдвоём, втроём лучше ходить. А вот если один, то я бы, наверное, тоже через рябу пошёл. Так. Калаш поставим на всякий случай. Спокойно, чё-то. Сталкера. Чуть-чуть не зацепил. Ну, вроде отстрелялись. Кхе-кхе-кхе-кхе. И тебе привет. Так, ладно. Двигаем дальше. Раз тут сталкер пробежал, наверное, он тут уже и зачистил местность. Там более-менее. Не, спасибо, сталкер. Мы вдвоём вон бежим. Жаль. Чё жаль? Пошли бы вместе. Опа. Отлично. Кабанчика заколбатили. А то скучно одному бегать. Как же так, сталкер? Идёшь в ходку, и тебе скучно. Я вот перед тем, как куда-то идти, оставлю перед собой... Ах, там же пауки. Ставлю перед собой цели, задачи, и после этого двигаюсь. А бесцельно сталкер в зоны не ходит. Блин! Ё-моё! Не вижу ещё одного. Где ты? Ах, блин! Ё-моё! Ну что же, сталкер, сталкер! Последнего паучка чуть не убили. Ну что? Безопаску пойдём. Вот минус, конечно, этого подствольника. Вечно я забываю переключиться. Сейчас вот выстрелил с подствольника, и в итоге... Хорошо, что ещё никого не убил. Но в итоге... Немножко... Нас мутанты... Покусали. Печально. Ладно, зато у нас там зачищено уже всё. Мы сейчас... Пройдём. Ладно, погнали. Сталкер. Не время, не время. А, сейчас в аван сожрут там. Я успею, нет? Блин, не видно. Ну, он... С дробовичка нормально стрелялся. А, вот даже вдвоём не прошли. Паучки и паучки. Там опасно. А я обычно хожу с правой стороны вот этот холмом... Обхожу. Там паучков нет. Там кабаны, да. Но паучков там поменьше. Сталкер пишет. Я вот читал, что подствольники добавили. Да, есть такое дело. А я вот не знаю, добавили ли они всем. Или так и осталось у меня немножко. Да, сталкеры, не могу я писать. Сейчас опасно. Тут вообще... Лишний раз начнёшь общаться и тебя мутанты сожрут. Давайте дойдём сначала до безопасной зоны. А потом уже можно поздороваться. Ну, так, вроде спокойно всё. Никого не видно. Всё, двинули дальше. Не будем отвлекаться. Я вот обычно вот с этой стороны обхожу на эту гору. Там побезопаснее. Ну, тут, конечно, ещё кабанчики. Ну, это уже дело десятое. Ну, и аномалии. Куда ж без них? Блин, сталкер никак до меня не дозовётся. Ну, подожди, подожди. До вышки надо дойти сначала. Вон уже дорога впереди показалась. Как бы в аномалию не влететь. Есть такое дело. Всё. Можно и втопить. Ну, что, здесь уже можно и побаловаться, да? Вон впереди кабанчик. Недолёт. Недолёт. Да, на ходу, конечно, не особо хорошо попадаешь в цель. Что-то лугануло прямо у меня кабан. Несчадно прям поддел. Почти на базе уже добежали. Сейчас тут будет точка сохранения. Всё. Пол. Дело сделано. Пол дороги мы прошли. К Ваняду бы заскочить ещё. Может быть, что-то у него в продаже есть. Ну, можно. Можно и заскочить. Да. Итак, немножко отдохнём, зарядим патроны и потом двинемся дальше. Итак, немножко я зарядился патронами. Да. Давайте мы добежим до кладовщика. Но у меня тут вещей-то нету. Да. Ну, вот мы можем посмотреть, в принципе, автосортировка. Вот мы её включаем и вещи сортируются. Ну, как бы вам наглядно показать. Давайте скинем часть вещей. Да, покажем. Действительно, что я парюсь. А скинем в разной последовательности, чтобы было видно, как вещи сортируются. Ну, вот, к примеру, я скинул по-разному, да. И включаю автосортировку. И вот вещи сразу сортируются. Магазины, аптечки, противоядие, антирад. Если убрать, они будут в таком, в произвольном порядке. А потом сортируются. Ну, и, соответственно, все вещи сортируются просто великолепно. Так что, с автосортировкой, это прям вот, вроде мелочь, да, но очень много времени бережёт. Вот такую же, ещё бы, автосортировку сделать в инвентаре, в рюкзаке, то есть. Вообще, было бы великолепно. Может быть, добавят со временем? У меня здесь ничего не хранится, поэтому выключено. Давайте мы её включим, пусть будет. Так, сейчас бегаем к Ваниаду, быстренько посмотрим. Может быть, повезёт, что-нибудь купим. Что же здесь у неё продаётся? Ага. Б. Б. Щит Гамм. Вот мне щит тоже нужен. Но заряд артефакта исчерпан, к сожалению. Печально. Ладно. К Ваниаду погнали. Пока тут заряжается. Ну, я быстро туда-обратно сбегаю, посмотрю. Сейчас же можно у Ваниады купить овечи, ну, если повезёт что-нибудь в продаже. А совсем задёшево. Но они будут с большим количеством ремонта. Но всё же, пока здесь на данный момент ремонт особо погоды не делает, то есть, я вот, допустим, бегаю, у меня стволы все заклинены, но пока характеристик особо нет. Они работают. Поэтому можно на данный момент покупать даже оружие с большими ремами. Это пока никак не влияет на процесс. Поэтому может быть, что-то получится приобрести. и также экипировки. Экипировка тоже, по большому счёту, без защиты, но кроме касок и шлемов. И кроме брони. То есть, поэтому, в принципе, тоже можно покупать. Ну, ладно, сейчас добегу, давай не, а догляну, что там у него в продаже есть. Может быть, повезёт что-нибудь купить и перепродать. Ну, или для себя что-нибудь. Хотя у меня всё есть. Я вот сейчас бегаю в такой экипировке в лёгкой. Ну, зато с цветом почти всех строений сливается неплохо. Так, ну что же, Ванюша? Что у тебя тут есть? Да, сегодня не повезло. Сегодня в продаже у него ничего нет. Ну, разве что МК, который пока не работает. ФН-ФАЛ. Да, сегодня ничего нет. Ну, нет так нет. Вернёмся обратно на базу. Кто-то здесь недавно пробежал. То есть, обычно тут пробегаешь на тебя кабаны сразу, кидаются паучки, а сегодня что-то я пробежал аж чисто. Значит, недавно сталкер тут пробегал какой-то. Ну да, ну да. Ха, да. Я знаю. Нашёл этот баг. А, мы сейчас прибежим и посмотрим. Ха, прикольно. Ну, это тестовый сервер. Тут и отбывают лаги, ошибки. В этом нет ничего такого страшного. Только что говорил про мутантов. А, вон они. Прямо как чувствуют, что сталкер бежит на расслабоне. Так я его... Сейчас мы его быстренько сожрём. Но не прокатило. Так, что у нас облучение? Ну и, конечно, скорость бега теперь будет маленькая. Пришлось колоть себе инъектор. Так, а что у меня с едой? Еда пока есть ещё. Да, пора отправляться к учёным. Меня ждут ведуны. ведуны и, конечно же, антигравы гамма. Я вот в своё время, когда собирал пять антигравов, мне нужно было на калаш. А, в принципе, я их быстро добыл. Ну, сейчас я коплю артефакты на гранатомёт. На гранатомёт нужно 15 антигравов. Поэтому пока пять, потом ещё пять рано или поздно накоплю. Конечно, кроме антигравов нужны и другие артефакты в большом количестве. ну, да ладно. Рано или поздно... Ничего интересного нет. Рано или поздно мы накопим. Ладно, давайте погреемся около костра. Можно зарядить патроны, хотя у меня ещё есть пока магазины. до гиды-то мы дойдём. Пока мы заряжаем, давайте посмотрим на доске. Может быть, что-то интересное в продаже есть. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, понятное дело, в самом начале доски ничего особо интересного нет. Если что-то... Сталкер пишет, от первого лица можно играть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то я пропустил такой момент. Как это от первого лица? Может быть, он имеет в виду, когда прицеливаешься, калаш от первого лица. Это да, это с самого начала. Ладно, посмотрим, что у нас интересного. Вначале, конечно, First Person. Так, ладно, мы это уточним, потом пропишем. Сейчас не будем это делать. Так. шапки. шапки по 350 рублей. Я помню, когда они только появились, вязаный спорт, по 15, по 10 лямов продавали. Сейчас по 350. Ладно, попробую, но не в этот раз. Так. Перчатки тоже дешевые. Везувий, он за миллион лежат. Так, ну, везувий у меня... О! А вот проводник, проводник нужен. За миллион покупаем. лямов. Так, что у нас тут еще? Недавно он проводник за 5 лямов лежал. Ну, за 5 лямов это слишком дорого. А здесь они такую цену не имеют, как на основных серверах. Ох ты! Это что за броник? Это новый броник, да? Да, новый броник. Бронежилет 6B 113 серии забрало. Это забрало, но он по-другому вроде выглядит. Или это ли мне что-то путает? Нет. Забрало обычное по-другому. Это другой вариант забрало. Да, 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 да. Немножко по-другому. Надо будет уточнить. Ну, в принципе, больше ничего. 50 призраков. блин, вечно призрак самые вещи по нифиговой цене продает. Так, ну что, гоу. Погнали. Или изменили, что он выглядит именно в иконке, в таком просмотре по-другому. Ну, забрало вроде по-другому смотрелось. Ну да, вот забрало, которое вот у всех сталкеров сейчас есть. Вот на этом персонаже, на этом охраннике. А вот то, что призрака висело на доске, он вроде по-другому выглядел. Какой-то модифицированный вариант забрало. Ладно. в дальнейшем может быть прикупим, потестим. 50 лимонов у меня все равно сейчас нет, у меня всего лишь 26. Так, ладно, все это потом, все потом, сталкер. А сейчас нужно дойти до ученых, дойти до ученых и выжить. А здесь у нас паучков немерено. Так, ну а как пойти? Ну, наверное, все-таки через вулкан. Если бы я был один, я пошел бы, наверное, в обход. Ну, а вдвоем можно здесь попробовать прорваться. Может быть, повезет, пройдем. Вот только мы тут не утонемли. Не, здесь по колено, по пояс даже. Эх, Лаван, ты не там пошел, там глубоко. Так, все, я вышел. Так, а у тебя что за ствол стоит? Тебе надо АКМ подогнать. У меня где-то на складе валяется АКМ. С ремами, правда, но, как я уже говорил, сейчас это не важно. Так, ладно. С подствольника я решил не рисковать. Хотя, вон, того дальнего можно попробовать с подствольника снять. И есть. Одним выстрелом. А, а то дружок его убежит. И есть. Так, надо зарядить. А вон и медведь. Ага, ну что? ранил. Ранил. 60 урона. Эх. 2227. Сейчас одна пуля и его, в принципе, убьет. 2000. Сколько там урон прошел? 2227. Чтобы убить рыжего медведя с одного выстрела, урон нужен 2500. Если прям точно попасть, то великолепно получается. Ладно, давайте его разделаем. Хотя, у меня разделка не прокачена сейчас. Но может быть что будет? Прямо ему голову пилю так. Тихо-тихо, Мишка. Лежи, лежи спокойно. Да, у меня еще ножик обычной кухонной. Пока перепилишь. Мда. Игра не стоила свеч. А вон и бесы. Раз, два. Попробуем беса заколбасить с подствольника. Но они в любом случае сейчас нас увидят и на нас побегут. Хотя, мы можем прорваться. Тут вон впереди только аномалия, нужно аккуратнее. Так, да, мы можем тут прорваться и без стрельбы. Если повезет. Буквально пару шагов. Ну вот, без единой пульки пробежали. Все, пойдем к ученым. Ну и вот мы на вулкане. Что тут у нас? Нету респа везуя. А то можно кого-нибудь встретить. Опасно тут одному бегать. Да, одному опасно. Но это с непривычки. Потом со временем привыкаешь уже, знаешь, и оббежать, и к оружию привыкаешь. Первое время, конечно, жесть. Так, ну вроде никого нету. Ну, значит, и везувия нету. Смысл туда идти. Не вижу. Так. Опа, стоп. Да, я что-то разогнался бежать через пол вулкана, но мы же через другой проход пошли. Поэтому здесь всего лишь чуть-чуть и все. И мы же около ученых. Меня ждут, конечно же, ведуны. Ну вот мы и по другую сторону. О, мне нужно еще бесов убить. А, это я бармену помогаю. Точно. Так, ну, раз помогаем бармену, давайте вон того беса попробуем ранить. И убил. О, там еще один бежит. Нормально. Ну, бесов тут на всех хватит. А вон еще вдалеке один. нормальный, так зачистили. тут еще может быть пару кабанов осталось, не больше, поэтому можно втопить по полной. по полной. Вот, там, по полной. Ну что, мы почти на базе ученых Ученые, кстати, тут приоделись У них теперь другие костюмы Ну, этот тоже самый Ких-5 Но теперь этот ученый стоит Дацин Краснов как раз в этом костюме Плюс еще у остальных ученых появился В принципе, такой же ОЗК Но немножко другого цвета Вот смотрите, видите В капюшоне не зеленого, а такого цвета Противогаза Слоника Да, вот видите, он немножко по-другому Дацин Симонов теперь одет Ну, эти все профессоры одинаковые Ну и вот здесь тоже, видите, не в зеленом ОЗК, а вот в таком Так, ну давайте посмотрим Лаборант Лаборант не работает, да Но зато работает вот этот Лаборант, который лежит Что там Пока в процессе, я так думаю Обновление может быть Какая-то временная ошибка То есть, кто не знает Тот не работает Вот к этому подходим Так, ну что у нас тут? Антигравы бета Куча, как видите, сталкеры Стреляют Так Три часа Эх, 13% Гамма Это мало Сталкеры стреляют ведунов И, конечно же, есть антигравы Но, как видите, они все исчерпаны Почему они еще не исчезли, не знаю Куча резин, конечно же Альфа Подушки Все, что нужно Гамма-артефакты Их нету Да, мне нужны именно Гамма-артефакты Ну ладно Не вопрос Сейчас пойдем Постреляем От души От кровоохранилища Да, вот здесь мы как раз Автосортировка у нас, видите, включена Вот мы ее выключили В принципе так Более-менее, да А вот сейчас автосортировка Все Прямо великолепно Ну что А теперь за ведунами Ха, вон они Даже сюда вышли Никто их уже не стреляет А вон еще один бежит И с одного выстрела Ладно Надо быстренько обыскать Пока другие не набежали Вполне возможно Там их полно Да Основная цель-то Моя сегодняшняя ход Это именно Ведуны И именно антигравы Посмотрим Сколько получится добыть Пусто Так, а где еще один был? Так, это второй у нас Ведун Такое ощущение, как будто Кто-то сейчас пострелял Прямо их что-то маловато Здесь Обычно в это время Прямо Набегают Когда вот сюда подходишь Ну сейчас глянем Да Их кто-то недавно пострелял Еще новые не успели появиться Ну что же Мы подождем какое-то время Не вопрос А не Он бежит вдалеке один Всего лишь один Ну на тебя Мы гранату Простнили Блин Да е-мое Что-то я туплю Жестко туплю Аааа Успею Подлечиться Успел Подлечиться Вон еще Ведун Да Ранили они мне Конечно нехило Быстрее Сталкер Запутался Что-то я с этим оружием Эх Никак не привыкну Еще Опа Антиграф бета Есть Есть антиграф Но не тот Который нужен Нам нужен Именно гамма Ну ладно Антиграфы есть Ну хотя бы бета Продадим Ученым Не вопрос Так Здесь пусто Ну что Нужно ожидать Новой партии На ведунов Когда они появятся Ну а конечно Ждать лучше На базе Зарядим Патрончики Сейчас Продадим Первый Добытый Антиграф Ну и конечно же Подлечимся Так А что у меня Перегруз Вроде ничего Такого особо Не добыл Так вот Вот этот бронежилет Был на доске Которую мы смотрели Да он немножко Отличается От этого От стандартного Забрала Давайте посмотрим У других охранников У них Вроде немножко Другое забрало Так Это в чем ходит Этот в улей ходит А вот сталкер Стоит охранник Да действительно Вот забрало Которое сейчас Распространено Все сталкеры В нем бегают И я в нем бегал Вот она так выглядит Можно вот по спине Смотреть А вот то забрало Которое было на доске Которое мы смотрели За 50 миллионов И вот которое На осталкере Охраннике Она немножко По другому Я так понимаю Она немножко усилена То есть со спины И на груди Да Оно вот усилено Значит оно будет Покруче еще Значит два варианта Теперь забрало Появилось Это круто Нужно попробовать Такой бронежилет Раздобыть Ну не за 50 лямов Конечно Интересно Где он Ну наверное У Вани Ада Хотя может быть И нет Так что я бегаю 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 Артефакт продать Ты не хочешь Ты сталкер Так Деньги есть Показывай товар Ну за 72 тысячи Плюс два медальона Нормально Пришел 76 тысяч Заработал Неплохо А пошли Караулить Остальных Ведунчиков Ну и пока мы тут Будем их караулить Можно подзарядиться Вот здесь Прям встанем И подождем Так Ну что Я немножко Зарядил Магазины Отправимся Смотри тут Вот тоже Сталкер бегает Ну наверное Вот он и охотится На ведунов Охоте народу Сейчас Мало в аномальной Зоне Но Вот именно здесь Часто можно Сталкера встретить Поэтому нужно Успевать Все таки Правил действует Кто убил Того и ведун А вон Вдалеке Вон они Толпой Прямо сейчас Сюда прибегут Сколько там Раз Два Три Ох Ё Есть меня Заколбасили Вот они Втроем Сталкера живой Добивай их Или тебя Тоже убили Ха-ха Такой вид От первого лица Был Так Ну что Подлечились Давайте Отомстим Сталкер Наверное Всех убил Не вижу По крайней мере Никого Ладно Парочку Я точно Убил Нужно Обыскать Все таки Долго они Не лежат Трупы Пропадают Поэтому Обыскивать Нужно Пошустрее Чуть я не вижу Больше никого Значит Он их там Расстрелял Сам Сам-то Где Воги Воги Нехило Выпадают Кстати Эх Прям В аномалию Ну Получится Обыскать Нет Рисковать Не буду Вот еще Один Или Рискнуть Давайте Присядем И попробуем Обыскать Ах Откуда Ты стреляешь Вон Еще два Видуна Появились Блин Плохую Я тактику Выбрал Давно На них Я не охотился Их Вообще Лучше Выманивать Выманивать С кладбища И потом Уже Отстреливать Че-то Я Прям Совсем Уж Запуговался Че-то Где-то Еще Парочка Уходит А вон 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 Вижу Да Самый Оптимальный Вариант Это От них Немного Убегая Выманивать Их Вот сюда На открытое Место И на склоне Уже Понемножку Убивать Прям Полез Самую Пущу Пусто Так Где-то Я здесь Еще Одного Убил Да А Вот он Еще Один Медальон Медальон Особо нам погоды не делают Нужны артефакты Но пока нету Ладно Торопиться мне некуда Я могу тут и день И два И три Провести В общем Пока не добуду Необходимое количество Артефактов Рядом базам Все есть Нужны патроны Вон На ЛВЗ Можно сходить В принципе Более-менее Тут Нормально Так Ладно Остальные трупы Скорее всего Уже Исчезли Вон кстати Бежит вдалеке Все Вот он тебя увидел И нужно отсюда Просто сваливать Забыл я уже Как тут охотиться Это когда вот Сталкеров много Да Тут кто быстрее выстрелит Здесь же Торопиться не стоит Оттянул его сюда И тут уже стреляешь Можно и тут Все Погода начинает меняться Как вы видите Выброс пепла Сейчас будет Скорее всего Да Все Погода резко поменялась На этом я думаю Стоит завершить ходочку Немножко отдохнуть И уже В следующий раз Заняться Вплотную В этот раз Я антиграф Не добыл Но зато я сюда пришел Полон силы энергии Ну единственное Что бета добыл Ну правда Цель у нас гамма Ладно Какие наши годы Добудем еще На этом все Сталкер С вами был я Сталкер Баннерщик И мы с вами конечно же Увидимся еще На просторах Аномальной зоны Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok